Что я хочу рассказать ещё? А, значит, ну, мы так поговорили о технологии, вот о таких вот всех вещах, всех таких моментах, но, конечно же, очень важный момент при занятии с учеником, и для учеников очень такой щепетильный момент, это, скажем так, показ своих достижений, которые осуществляются на концертах, или, ну, на конкурсах, или ещё на каких-то мероприятиях. Если мы говорим о школьниках, это выступления на каких-то зачётах и экзаменах. Естественно, это связано у нас со стрессом, это связано с волнением, это связано с переживаниями, и очень часто бывает такое, ой, я не сыграю, у меня не получится, ой, а что делать, как быть? Во-первых, есть несколько упражнений, которые я люблю лично сама делать, потому что, ну, тоже выступаю, и несмотря на уже большой опыт за плечами, занятий музыки, всё равно каждый раз выхожу, я очень сильно боюсь, честно. Вот прям вот вообще, вот даже не шучу. И вот выходишь, поступаешь на конкурсе, на концерте, и вот всегда какой-то есть мадряж, то, что тоже переживаешь, вдруг я ошибусь, а вдруг что-то не так будет. Я от учеников очень часто это слышу. И вот у меня есть несколько упражнений, которые я люблю делать, иногда ученикам их показываю. Я же тебя очень люблю. Да, конечно. Так, всё, флейта лежит, всё нормально. Давай мы её на 100 положим лучше. Вот здесь вот есть её место. Видишь, тут столько флейт. Да, понятно, флейты пастись. Да, да, да. Итак, значит, очень любимое упражнение. Нужно полюбить себя. Ты вот так вот тебя обнимаешь. Вот обним, обним. И вот так вот делаем. Вот так вот ты стоишь, качаешься. Можно из стороны в сторону. Вперёд-назад. Покачаемся. Смелее-смелее. И вот так вот просто. И чем больше амплитуда, тем ты больше расслабляешься. Ты растягиваешься. Мы немножко высвобождаем вот этот вот мадряж, который у нас есть в руках, в губах, в теле, в голове, везде, короче. Поэтому, чтобы вот это вот снять, мы немножечко создаём постоянные, так скажем, повороты, колебания, которые помогают немножко успокоить и сердцебиение, в том числе, между прочим. Дальше. Ну, самое простое, что всегда я ученикам говорю, это подышать. Что мы дышим через нос. Наполнились и через рот выдыхаем. Главное это делать медленно и спокойно. Потому что очень часто бывает такое, что сердцебиение сошкаливает вот тут, вот аж прям пульсирует, в голову пульсирует, в губы пульсирует, всё трясётся, что делать не знаешь. И ты просто дышишь. То есть всё-всё элементарно и всё просто. А самое главное, мы дышим, как будто бы мы играем на флейте. То есть мы дышим вот сюда в рёбрышки. И медленно выдыхаем, создаём маленькую дырочку, как будто бы мы играем на флейте. Что-то я ещё забыла рассказать. А, ну, можно ещё, для маленьких в основном я люблю это использовать, потому что они же у нас очень активные. Можно попрыгать на месте, попрыгать. Можно чуть-чуть побегать вокруг себя. Тоже помогает, немножко расслабляет и снимает вот этот вот мандраж и немножечко нерв, который находится. Ну и, конечно, самое главное, это поддержка педагога. То есть помочь перед выступлением. Естественно, это всегда преподряющие слова. Продолжение следует...